Батл Рояль В печенках сидят Каждая студия считает своим долгом выпустить в своей игре Батл Рояль А некоторые студии так вообще полностью акцентируют внимание на этом режиме Пока что в принципе играбельных Батл Роялей, которые себя хоть что-то представляют Можно пересчитать по пальцам одной руки Ну только если вы работаете не на заводе каким-нибудь фрезеровщиком То там может и двух рук не хватить Но это и не важно Речь сегодня идет о новом Батл Рояле от создателей Titanfall А именно Apex Legends Разработчиками хоть и являются Respawn Entertainment Большинство людей в их команде уже давно сменилось И по факту Apex уже делают не те люди, которые делали Titanfall Ну из большего И в принципе по Apex это видно Внешний вид игры преобразился И от реалистичной графики Titanfall не осталось и следа Теперь с графической стороны Apex больше напоминает какой-нибудь Borderlands С присущей ему комиксовой рисовкой Разве что с большим закосом в 3D составляющую Для тех, кто не понял, объясню проще Графика стала мультяшной Не скажу, что это минус Как-никак один Батл Рояль с мультяшной графикой вы знаете Достаточно популярный Есть и другие Но с другой стороны Все-таки я ожидал чего-то сверх инновационного В плане графики Все-таки модифицированный движок Source Это который Titanfall Engine Доказал, что может показывать достойную картинку Это я про Titanfall 2 Ну, не знаю Смотрю у меня какие-то впечатления От того, что на экране происходит Вроде как блевать не тянет Но и Titanfall не пахнет И пахнуть не будет еще по многим параметрам Но об этом потом Сейчас еще немножко по графике В принципе, проблем с FPS Ну, нет Настроек в игре целая куча То есть, можете менять все Как вам заблагорассудится Это офигенно То есть, можно настроить все под себя Нужно побольше FPS Пожалуйста, уменьшили там те настройки А не как в некоторых играх Что три ползунка и как бы что не менял Особо-то ничего и не меняется Но, все же я замечал микрофрезы И подтормаживание Хотя счетчик FPS не опускался ниже 60 Скорее всего, проблема Возможно, была в загруженности серверов Потому что народу сейчас там играет очень много Насколько я знаю Там сейчас приблизительно 600 тысяч онлайна 500 там тысяч, может, онлайн Ну, может, приукрашиваю Так что, возможно, это именно лаги сервера В остальном же игра работает стабильно И, в принципе, картинка глазу приятна Дальше можно было бы затронуть звук Но... Блин, он офигенен И стрельба, и способности, и музыка Все прекрасно сочетается друг с другом Поэтому заострять внимание на этом Я особо не вижу смысла А вот о чем действительно стоит поговорить Так это о геймплее И тут много чего хотелось бы обсудить Что именно осталось, как в обычных батл роялях А чем же разработчики разнообразили свою игру Тут давайте начнем с плохого По крайней мере, на мой взгляд Про вертикальный геймплей с Titanfall 2 Можно вообще забыть Ни тебе двойных прыжков Ни бега по стенам Ни крюка кошки Хотя есть персонаж Пэтфайндер У него крюк кошка в виде способности Но о них чуть позже Ну и, конечно же, мехи Их тоже вырезали Хотя тут, может быть, и правильно поступили Потому что мехи как-то не очень вписываются В концепцию честной королевской битвы Но лично я ждал Невероятно динамичный батл рояль А Апекс оказался просто Ну, какой-то копией блэкаута Что-ли, во вселенной Titanfall Но, как говорил Великий Ваши ожидания Это ваши проблемы С динамикой, в принципе, разобрались Теперь поговорим об оружии и броне Ну, и, в принципе, о перестрелках в целом В матче для своего героя О них немножко попозже Вы можете найти броню И шлем разнообразного грейда При попадании по вам Броня не уничтожается А всего лишь теряет заряды щита Которые можно восстанавливать Специальными баллонами Решение интересное Получается, вам не нужно постоянно Искать новую броню Ну, а просто по мере нахождения Поднимать более лучшую И во время боя ее восстанавливать Как, впрочем, ну, и хп Но это, на мой взгляд Вносит серьезный дисбаланс Так как грейдов аж 4 То есть белый, синий, фиолетовый, оранжевый И каждый последующий, разумеется Защищает вас лучше предыдущего В итоге может оказаться так Что тот, кто к концу игры найдет Более лучшую броню Победит Ну, утверждать, конечно, не буду Так как Апекс только вышел Я пока еще не успел протестировать Влияние брони основательно Но Пока что ощущение все сводится к этому Ибо уронов противников Следует вливать много И это Еще один небольшой недостаток Потому что Если учитывать разнообразные способности героев Броню И урон оружия Который низкий Можно смело сказать Что ТТК в игре невероятно высок Более того С лутом есть еще проблема А именно с патронами Потому что коробки с патронами Очень малы по величине Всего лишь там 20 патронов В коробочке И зайдя в какое-нибудь здание Можно найти автомат И пару-тройку коробок Итого вы выйдете со здания С 46-ю детьми патронами Встретите противника А урон у Аэрок Там или у ППшек Не по голове Очень низкий И вам может даже Этих 60 патронов не хватить Чтобы убить Одного противника Ну, тут все, разумеется Зависит от вашей меткости Расстояния В принципе, у дробяков и снайперок Такой особой проблемы нету Потому что снайперки стреляют реже Но больнее Дробовики тоже стреляют очень больно Но для того, чтобы пострелять Дробовикам Нам надо в упор подойти Так что с перестрелками в упор Особо проблем нету А вот на расстоянии К тому же в начале игры Очень серьезная нехватка с патронами Очень серьезная Ну, что ж, ладно Давайте закончим с отрицательными эмоциями Теперь поговорим о положительных изменениях И начнем с персонажей Или как они тут называются Легенды Их тут пока что 8 Каждый со своими обилками Одной пассивной И двумя активными Так вот, например Геблорта Гелборта Гербал Короче, вот этот вот жирный хер Может ставить щит кубол На определенное время В качестве пассивного эффекта Он поднимает дополнительный защитный барьер Когда прицеливается из оружия То есть у вас перед прицелом появляется Такой барьер, так сказать Он выдерживает там 2-3 пули Может дополнительные Ну а альтой вызывает удар с воздуха Достаточно продолжительный И очень мощный Подфайнер, о котором я говорил Немножко раньше Имеет крюк кошку Может притягиваться К поверхностям Может также сканировать местности Узнавать куда Сведется, к примеру, следующая зона Ну а также натягивать Троллеи По которым вы, ваша команда Ну и, разумеется, противники Можете перемещаться Такие же троллеи есть В принципе по всей карте И также есть вертикальные тросы Такие же похожие троллеи Из которых можно потом по воздуху Преодолеть определенное расстояние Гораздо быстрее Чем, к примеру, пешком В общем, по героям Тут однозначно плюс Способности каждого Полезны в бою Не только для него самого Но и для союзников Например, вейв может Поставить портал И пойти без союзников На разведку Потом на том конце Поставить второй портал И либо при опасности Вернуться к команде Либо наоборот Оставшаяся пара Перетянется к ней Также есть саппортящий класс Который будет подхиливать союзников В общем Все это, конечно, круто Но шутер не будет шутером Если там не будет стрельбы Поэтому сейчас поговорим Немножко о стрельбе И тут, в принципе, все очень примитивно Или даже аркадно Как в блэкауте Отдача есть Но практически незначительная Для ее контроля Не приходится прилагать Серьезных усилий Баллистика присутствует И, опять же, почти один в один Как в колде Я тут прям, на самом деле Немножко в недоумении Вроде как бы движки у игр разные Но ощущается, что там, что тут Практически одинаково все Да, различия есть Но незначительные Ну, это, в принципе, ладно Проблема немножко в другом Как я уже говорил до этого Урон у стволов низковат Даже шмаляя по головам С Аэрки понадобится Ну, примерно там Три-четыре А то и, может быть, пять попаданий В зависимости от оружия Брони противника А если он еще и грамотно Использует способности То перестрелки вообще Могут протекать очень долго То тут, наверное, нужно просто Привыкнуть Все-таки это не Ринкуфу Лизиум Или ПБГ Поэтому на контрасте Мне кажется, скорее всего У меня возникают такие вот Смутные ощущения По этому поводу Ну и теперь еще Можно поговорить о Не таких серьезных нововведениях Но все же очень Интересных и полезных Во-первых Высадка теперь командует Командир отряда В Апекс вы катаете Только отряды По три человека Либо один с рандомами Либо будете со своими корешами катать Так вот Командир Рандомно определяется Перед матчем И, разумеется Остальные могут Забить на командира Хер И выпугнуть сами Им не запрещается Но Теперь это удобно Что командир Управляет всем отрядом И если они, разумеется Не разбегаются Вы в полном составе Одновременно появляетесь На поле боя А не прыгаете Кто влево Кто вправо Кто в лес Кто под рова Во-вторых Система воскрешения Союзников Вот что действительно Новое и интересно Выжившие члены отряда Могут извлечь Айди данные Из вашего трупа И После этого Возле специального маяка Вернуть вас обратно В битву Как по мне Так это классное Нововведение Позволит как и Вернуть союзников В бой Так и Устраивать засады В местах воскрешения В-третьих Есть небольшое изменение Касаемо лута Во время высадки Рандомная локация Карты Будет выделена Кольцом Которое будет означать Повышенное содержание Редкого лута Разумеется В такой зоне Будут идти Просто нехилые баталии Ну и Из дополнительных плюсов Можно еще выделить Необычную интерактивность Типа Пафосного выбора Персонажей Показав в матче Отрядов На интерактивных Таких экранах Убийство определенного Игрока в матче За которого вам дадут 500 дополнительного опыта Ну и конечно же Очень удобные маркеры С помощью которых Можно помечать Места Цели Оружие Патроны Броню И так далее Ну и в принципе Это все Что я могу сказать На вскидку О Apex Legends В принципе Очень достойный проект Причем Условно бесплатный Лично я ожидал От него чего-то большего И как бы Большую часть впечатлений Мне испортил Именно Факт Несбывшихся надежд Ну А что же вы думаете Apex Legends Не стесняйтесь Можете излить Свою душу мне В комментариях Я обязательно Разрешу вам Поплакаться у себя На коленках Ну а Если вам понравилось Данное видео Подписывайтесь на канал Ставьте лайки И не забывайте Нажимать на колокольчик Чтоб не пропускать Новые видео А так же стримы И играйте ребят Только в хорошей игре Всем удачи Всем пока